всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира space engine ну а перед началом нового путешествия как обычно хотелось бы поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу месячную подписку спасибо друзья и так сегодняшнем путешествии мы с вами отправимся в систему trapez 1x от человека мода дело мастерской steam pulsar 11 ссылочка на этот мод будет в описании под видео система достаточно очень интересная пугающая и собственно завораживающая как сказал когда-то один гений возможно во вселенной существуем только мы одни а возможно существуют и другие инопланетные разумы другой вид это оба пугающих фактора скажу что данная система имеет планету с жизнью планета находится рядом как я сказал ранее со звездой trapez 1x красный карлик что собственно представляет из себя красные карлики из-за низкой скорости термоядерного сгорания водорода красные карлики имеют очень большую продолжительность жизни от десятков миллиардов до десятков триллионов лет то есть посмотрите на возраст данная планета планета под названием хуанка она находится достаточно близко к своей звезде посмотрите расстояние до звезды всего лишь три миллиона триста пятьдесят пять тысяч шестьсот семнадцать километров скажу так что если бы вместо этой звезды находилась бы наша звезда солнца то явно бы здесь было бы очень жарковато но так как это красный карлик и у него не очень большая температура для данной планеты хуанка принципе на ее поверхности достаточно более менее благоприятная температура существует правда повышенное атмосферное давление состав атмосферы углекислый газ вроде бы было указано в моде что на планете есть кислород и даже вода в жидком состоянии да но мы в принципе видим что планета покрыта океаном на скринах я видел что на планете есть какие-то материки поверхность но я почему-то этого не наблюдаю так давайте самое интересное посмотрим насколько далеко наша планета земля поиски объекта можно ввести земля и посмотреть расстояние 39 с половиной световых лет принципе я бы сказал что не очень далеко но самая близкая система к нам это альфа центавра на расстоянии 4 световых года посмотрите если бы ты был на орбите этой планете находясь на какой-нибудь межпланетной станции либо был на поверхности то отсюда ты бы увидел нашу родную звезду солнца так что еще примечательно у данной звезды это то что у нее есть семь планет и у каждой есть свое название планета даму аджа хуанка то есть собственно можно грубо сказать теплая пустынная террас какой-то микро жизнь не знаю органической возможно здесь не указано планета руа мука прохладная морская терра также планета азентмах астара и армаги принципе это все в основном пустынные т.р. единственное что планета хуанка теплая пустынная терра я бы назвал бы я наверно какой-нибудь океанической планеты планета полностью состоит из воды не знаю есть ли смысл приземляться на ее поверхность можно посмотреть на планету ромок а прохладная морская терра атмосферное давление более-менее как на планете земля есть вода азот аргон углекислый газ температура минус 26 на поверхности также я вроде бы как наблюдаю здесь какую-то более-менее атмосферу возможно она очень тонкая разреженная как на марсе вода еще не до конца испарилась так ну давайте здесь наверное можно принципе попробовать опуститься аккуратно на поверхность на какой-нибудь материк кстати очень с виду напоминает затопленный марс так мы на поверхности до виден очень тонкий слой атмосферы прямо как на марсе и перед нами предстает наш красный карлик системы трапест 1x планета азентмах так давайте перелетим посмотрим что-то очень похоже на более-менее такой знаете если в будущем человечеству удастся путешествовать по космосу на огромные расстояния это напоминает в моем случае моей фантазии это скорее всего спутник юпитера европа посмотрите вы видите да это расколовшиеся ледники планета когда-то состояла полностью изо льда видимо ядро планеты горячая и что в дальнейшем повлияло на ход этих развить события развития простите что планета в принципе начала оттаивать а все я понимаю в чем здесь дело посмотрите солнечные сутки бесконечно да мы имеем красный карлик который не настолько горяч как наша звезда солнца но планета всегда повернута одной стороной своей родительской звезде то есть здесь в принципе тепло солнечные лучи да грубо говоря лучи от звезды трапест 1x более-менее прогревают поверхность и мы видим даже воду в жидком состоянии а здесь на этой стороне планета полностью покрыта льдом даже будет интересно сейчас опуститься на ее поверхность да это огромные ледники такого я еще не встречал на планетах это не горы не какие-то скальные образования это огромные глыбы льда огромные айсберги я бы даже сказал спустимся чуть ниже очень достаточно интересно а где же обещанная вода я ее не вижу может быть спуститься чуть ниже и мы увидим реки да ну видимо дождите стойте да вот вам по моему прорисовка из воды мод как-то себя немножко как обычно печально бывает это space engine печально ведет ну ладно ну не суть но все равно представьте какие огромные куски льда просто здесь на поверхности а вот вода то есть там прорисовка совсем не очень работает а вот застывшая вода вроде бы как а под ней еще толще льда интересно то есть тают сами горы ледники вода пробивается одни из-под поверхности планеты достаточно интересно так чем перемещательно еще эта система давайте пробежимся по планетам вообще я думал что трапест как бы здесь планеты будут состоящие как говорят ученые в основном это газовые гиганты и вряд ли рядом с такими звездами есть планеты с жизнью планеты даму это достаточно раскаленная планета температура 506 градусов действующие вулканы на поверхности течет лава здесь очень жарко очень жарко давайте вернемся к нашей первой планете планета хуанка что я еще заметил ни у одной планеты нету спутников то есть нету луны даже астероидов которые можно было бы с честь а луну так опустимся чуть-чуть на поверхность пусть толщу атмосферы давлением давление начинает расти здесь парниковый эффект очень огромный да я вижу огромное испарение 122 градуса по цельсию принципе мы видим такую дымку то есть плотный слой облаков отсюда видно планету аджа сколько расстояния 200 2 миллиона девятьсот тридцать три тысячи километров это очень близко представляете увидите на поверхности данной планеты планету аджа то есть отсюда бы она смотрелась как наша луна здорово стоишь такой на планете на поверхности этой планеты если бы она была была бы заселена какой-нибудь гуманоидной жизнью да а на планете аджи также какие-нибудь стоят существа существует не знаю и также стоят и смотрят на тебя в телескоп можешь даже помахать ручкой ну что же друзья наверное на этом наш ролик я завершу всем кому понравилась данная система обязательно посетите ее подписавшись на этот мод стиме в мастерской ссылочка в описании и помните друзья что космос и вселенная бесконечная и наше путешествие только начинается не забудьте про два пугающих фактора либо мы одни либо есть еще какая-то жизнь во вселенной и оба они пугают всем новых открытий и новых путешествий пока друзья пока пока